Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что начать нужно с вопроса ответственности. Личной ответственности за, собственно, ваши действия, за ваши, собственно, поступки, наверное. Потому что, ну, если вы развелись с мужчиной, вот, на это не отвечать. Это означает, что и вы, и он идете позиции дальше. Почему вы развелись и продолжаете жить вместе? Двое детей, я в декрете. Мария, а как вот связано то, что у вас двое детей, и вы развелись с мужчиной? Из-за чего развелись? Год назад муж стал с родственной девушкой, возил ее подруг на турбазу по заведениям. Так это продолжалось полгода, если мне не уходило. У меня здесь сложилось впечатление, что вы как будто бы, не знаю, ждете от него, что он уйдет. То есть вы сами ничего не делаете для того, чтобы он уйдет. Вы как будто бы не хотите образовать ответственность, как будто вы надеетесь, что он вернется. Вы на это надеетесь? Или как? Или как? Почему он должен ходить там? В один был прекрасный момент, когда эта девушка собралась в другую страну. Он сказал, что не хочет со мной жить, уволился и собрался туда. Ну это нормально, потому что он с вами был, потому что очевидно, больше ему некуда было пойти. А вот почему вы позволяли ему с вами жить? Это вопрос. Хотя говорится, никаких отношений на стороне у него нет. А и что Мария, если вы развелись? Она уехала, а из-за нехватки денег он не смог уехать и остаться. Вы позволили ему остаться опять на Марии? Мы жили, я сильно переживала. Из-за чего? Просто срок месяцев страданий и страданий из-за чего? Все начало приходить в норму, но денег не было, так как он не работал. Мария, знаете, либо вы здесь не очень понимаете значение брака, вот, либо вы живете в несколько иллюзорном мире, где ваше ожидание, то, чего вы ждете, является, ну, некой такой, наверное, ведущей истории. Ага, дальше. Денег не было, так как он не работал, а он должен работать на Марии. Я полгода кормил семью, а вы не должны ее кормить? Покупал продукты, коммуналку, вещи детям, о себе и немного ему. Зачем? Ну, конечно, подрабатывал, купил себе хорошее кресло, монитор, вытяжку инструмента, который вложился в ремонт машины за семью за полгода, дал себе целый 10 тысяч. А даже больше, когда алименты, потому что вам он уже ничего не должен. Последней каплей стало, когда я собрался встретиться с подругами вечером, а таксист в Синьек, он мне предложил отвезти меня за 400 рублей. Так, это как должно было быть, Мария? Вот, давайте так, давайте обещаем следующее. Вот вы говорите там дальше про обиды, да? Нарисуйте свою картину мира, вот как она видится вам. Потом спросите себя, реально ли она. То есть, сопоставьте, сопоставьте то, чего вы ждете и то, что есть. И как-то уже нужно, мне кажется, переставать вбиться в закрытые двери нереальностью. И идти по пути более реальной истории. Если вы хотите к себе отношения, если вы хотите к себе хорошего отношения, то нужно вести себя в соответствующем образом. А вы себя обесцениваете, вы позволяете человеку себя использовать. То есть, у вас есть некая, некая картина, которую вы хотите реализовать, которую вы хотите воплотить в жизнь. Но вы не обеспечиваете это. И получается, что с одной стороны, вы не готовы поменять свою позицию, признать, что то, чего вы ждете, несколько нереально. А с другой стороны, вы не готовы делать что-то для того, чтобы то, чего вы ждете, стало реальностью. Это то, что называется жертвенность. То есть, нежелание делать выбор и отвечать. Отвечать. Может быть, вы боитесь. Может быть, вам не движет что-то еще. Подумайте. И решите, что делать дальше. Но, совершенно очевидно, что если вы измените свое поведение, то изменит поведение мужчину. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.